Лицо с лицом, правильно? Вот и рука, скалывая, здесь рука, и вот сюда, скалывая, здесь рука. Всё, дальше в тёмную. У старшеклассников Староградковской школы-интерната ответственная задача. Они краят и шьют мужские толстовки из флиса. И эти изделия не для модного показа. Кофты, а также балаклавы, шапки и снуды, которые создают их умелые руки, будут греть наших солдат. Под чутким руководством учителя швейного дела Светланы Ильиной, чтобы хоть как-то помочь военным, педагоги школы начали учиться шить. У меня учителя научились настилать. Дети всё смотрели за этим. Рвались в бои, говорю, пока подождите, не пущу, дайте мне сначала учителей научить. И я, кто-то приходила, ну, после уроков, естественно, это всё было в свободное время. Кого-то на распашивалку научила, кого-то на верлоке. А теперь у них борьба учителей, как кому, куда сесть и что делать. Постепенно мастерством овладели и школьники. Сейчас свободно орудует ножницами, иглами, освоили все виды швейной техники. Признаются, поначалу было непросто. Для меня самое сложное было – это машинка, потому что я не знала, как делать, пока мне учитель не сказал. Всё, потом началось стараться, получаться. Сейчас пока ничего такого сложного нет. Уже более 12 лет Светлана Ильина преподает в этой школе. Профессиональный инженер-конструктор швейных изделий решила посвятить себя детям. Получила дополнительное педагогическое образование и стала обучать ребят своему непростому, но такому полезному в наше время ремеслу. Сначала детки приходят, особенно мальчишки. Нам это не надо, это не мужская работа. И, естественно, они боятся эти швейные машинки, потому что непрофессионально у нас швейные машинки. Но после нескольких, вот они видят, что они построение делают, это им тяжело даётся, но они стараются. Когда получается первое изделие, входят во вкус. А ушить специальную одежду для солдат не только удовольствие, но и большая ответственность. Мы когда отшиваем, отутюживаем, то есть каждое изделие у нас ещё обработано опаром, потому что мы не можем их постирать. То есть они продезинфицированы, можно так сказать. И да, у нас, знаешь, это упаковка, где мы прикрепляем к упаковке записочки от ребят. За год школа отправила более двух тысяч изделий, сшитых под началом Светланы Юрьевны. Волонтёры привозят ткани и забирают коробки с готовой одеждой. Многие материалы закупаются учителями на личные средства. А обратно за этот труд и добрые дела все получают тёплые приветы от солдат и видеообращения с благодарностями. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.